7 октября в субботу в Ленёвской поселковой библиотеке состоялась очередная, десятая по счёту, литературно-интеллектуальная игра «Суждение». Программа юбилейная, и мы решили, я процитирую любимого своего Евгения Евстегнеева, «Не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма нашего, понимаешь, Шекспира?» Обсуждаем сегодня трагическую историю о Дамноте Принце Датском, одной из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Для большинства пьес Шекспира характерные проблемы с датировкой написания, и «Гамлет» не исключение. Тем не менее, скажем, что «Гамлет» был написан и впервые показан на сцене в 1600-1601 годах. Эта дата датировки пьеса является наиболее общепринятой. Мировая литературная классика «Шекспир» – его произведения знакомы даже тем, кто не является поклонником классического веяния. Многие, напротив, с большой доскональностью разбирали того же «Гамлета», как это сделали участники программы «Суждение». О «Гамлете» известно, что это самая знаменитая пьеса Шекспира и в принципе мировой драматургии. Это самая длинная и самая сложная трагедия Шекспира. Авторский ключ к «Гамлету» был потерян, поскольку до нас не дошло авторской рукописи, и нет ни прижизненных рецензий, ни мемуаров современников о постановке «Гамлета». Наверное, поэтому уже на протяжении нескольких веков не утихают эти споры, произведения об этом. Так почему проблемы этой королевской семьи, их, извините меня, в семейной разборке, так волнуют человечество? Я прошу прощения за такую фамильярность. Сейчас объясню. Я очень люблю программу на канале «Культура» «Играть в бисер». Ее ведет доктор филологических наук и Игорь Белгин. Они тоже обсуждали «Гамлета», и раз доктор филологических наук позволил себе вот так высказаться, я позволю себе за ним повторить. Итак, вопрос первого раунда, обсуждение. Почему проблемы этой королевской семьи и их семейной разборки так волнуют человечество? Для тех, кто не знаком с программой суждения, вкратце о правилах. Три поколения игроков – младшее, среднее и старшее – отвечают на вопросы ведущей в трех раундах. Зрители внимательно следят за процессом игры, в завершении которой им предстоит путем голосования выбрать поколение победителя. Именно ему будет предоставлено право выбрать произведение для обсуждения на следующей программе. «Гамлет» известен нам еще со школы, правда в столь юном возрасте далеко не каждый умеет принять и оценить величие данного произведения. И тем не менее, уже несколько веков «Гамлет» был и остается на слуху. В западной культуре существует два произведения самых известных, которые буквально полностью разобраны на фразы. Это «Фауст Гёте» и «Шекспир Гамлет». «Не пей вина Гертруда», «О, женщины вам имя вероломства», «Не ладно что-то в датском королевстве», «Быть или не быть» и многое другое. И поэтому «Гамлет» вошел в культурную матрицу человечества. Он является для каждого человека на уровне сознания и даже подсознания. И то, что века держит такой интерес к себе произведение, это уже о чем-то говорит, потому что оно многогранно, многослойно. И как духовные тексты в короткой фразе содержится огромная энергия. Так вот и Шекспир в этом же плане, Шекспир таков же в культуре. Почему человечеству до сих пор интересен Гамлет? Почему выдающиеся актеры всю свою жизнь мечтают сыграть его роль? О неоднозначности и сложности произведения в целом рассуждали участники игры, где-то соглашаясь друг с другом, а где-то опровергая точку зрения оппонента. Интересные глубокие диалоги и монологи заставляли зрителей думать, анализировать, а иногда даже присоединяться к беседе. Не пропустите полную версию программы суждения на нашем канале 19 и 20 октября в 8 часов вечера. Будет интересно.